Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав Скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что? Откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были годостойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. И вот беседа святителя Иоанна Златоустова на это место из Священного Писания. Видишь ли, какое различие между сыном и рабами представляется как и в предыдущей притче, так и в этой о виноградаре. Видишь ли, великое сходство и вместе великое различие той и другой притчи. И эта притча показывает долготерпение Божие и великое его попечение, а также и нечестье, и неблагодарность иудеев. Впрочем, эта притча заключает в себе больше первое. Она предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников, и кроме того, показывает правильный образ жизни и то, какая казнь ожидает беспечных. Справедливо, эта притча предлагается после предыдущей притчи. Сказав в предыдущей беседе, дано будет народу, приносящему плоды его. Матфея 21, 43. Христос показывает здесь, какому дастся языку, и не только это, но еще и то, что он имел собственное попечение в иудеях. Там он изображается призывающим прежде распятия своего, а здесь настоятельно привлекающим их к себе и после распятия. И в то время, как надлежало их наказать тягчайшим образом, он влечет их на брачный пир и удоставит высочайшей чести. И заметь, как там прежде призывает не язычников и иудеев, так и здесь. Но как там, когда иудеи не хотели принять его, и даже предшедшего к ним убили, он отдал другим виноградник, так и здесь, когда они не хотели прийти на брачный пир, он позвал других. Может ли что быть хуже такой непризнательности быть званными на брачный пир и не прийти? Ты спросишь, почему Царство Небесное называется браком? Потому, чтобы ты познал попечение Божие, любовь Его к нам, великолепие во всем, познал тот, что там ничего нет печального и прискорбного, но все исполнено духовной радости. Поэтому Иоанн называет его женихом, Иоанна 3 глава. Поэтому и Павел говорит, потому что я обручил вас единому мужу, 2 Коринфянам 11. И еще, тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви, Ифистианам 5 глава. Заметь и здесь великую любовь Божию. Всех, кого найдете, зовите на брачный пир, говорит он. Прежде, как сказал, и апостолы благовествовали иудеям и язычникам, находясь, впрочем, более в иудее. Но так как иудеи не прекращали коварство против апостолов, то послушай, как Павел, изъясняя эту притчу, говорит, вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие, но как вы отвергаете его, то вот мы обращаемся к язычникам. Деяние апостолов 13 глава. Поэтому и сам Господь говорит, брачный пир готов, а званные не были достойны. Он без сомнения и прежде знал об этом, но чтобы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению, несмотря и на это, пришел к ним первым и послал своих апостолов, чтобы им заградить уста, а нас научить исполнять все, что относится к нам. Хотя бы никто не получил от этого никакой пользы. И так, говорит он, так как они не были достойны, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, даже низких и презренных. Так как он часто говорил, что блудницы и мытари наследуют небо, и первые будут последними, а последние первыми. Матфея в 21 главе, говорится, и в 19. Но теперь показывает, что все это делается справедливо. Видеть, что язычники на их место вводятся в царство, особенно сильно оскорбляло иудеев и смущало их гораздо более, нежели разорение их города. Потом, чтобы первые не полагались на одну веру, он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела, старается неверующих привести к вере, а верующих наставляет в правилах жизни. Под одеждой, разумеется, дела жизни. Но ведь призвание – дело благодати. Почему же он о нем так обстоятельно рассуждает? Потому что, хотя призвание и ощущение есть дело благодати, но то, чтобы призванный и облеченный в чистую одежду постоянно ее сохранял, такое зависит от старания призванных. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати. Поэтому должно соответственно благодати, послушанием и получив честь, не показывать такого нечестия. Войти в нечистые одежды означает, имея нечистую жизнь, лишиться и благодати. Потому и сказано, он же молчал. То есть, ничего не отвечал. Не знаешь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает, как тогда уже, когда согрешивший сам осудил себя, не имея чем защитить себя, он осудил самого себя и таким образом подвергает себя чрезвычайному наказанию. Слыша в мраке, не подумай, что он тем только и наказывает, что отсылается в темное место. Нет, здесь еще будет плач и скрежет зубов. А эти слова указывают на нестерпимые муки. Обратите внимание на это все вы, которые, приняв участие в таинствах и будучи призваны на брак, облекаете душу нечистыми делами. Послушайте, откуда вы призваны с распутья, чтобы вы были хромые и слепые по душе, что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите человеколюбие призвавшее, и пусть никто не останется в нечистой одежде, но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей. Послушайте, жены, послушайте, мужья. Нам нужна не эта златотканная одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но нам трудно влечься в эту одежду, пока не будем носить первую. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать маммоне и служить, как должно Христу. Итак, оставим эту худую привычку, которая господствует над нами. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тебя заставил сидеть в рубище почти на гимн. Но вот ты теперь сам это делаешь с собой, украшая жилище души твоей, то есть тело бесчисленными дорогими одеждами, а душу оставляя в рубище. Неужели ты не знаешь, что царю надо более украшаться, нежели в городу? Поэтому для города приготовляют одежду из льна, а для царя – порфиру и диадему. Так и ты должен прикрывать тело наиболее дешевой одеждой, а ум одевать в порфиру, украшать венцом и сажать на высоком и блистательном троне. Здесь еще продолжение будет, завтра еще три страницы. Храни всех, Господь! Завтра в 8 часов утром. Вечером в 4 часов будем после престольного праздника. На престольный праздник в четверг также будет в 5 часов, а уже в субботу будете собираться, а уже в 4 часа только. Спасибо.